Здравствуйте! Вы смотрите программу «Угол зрения». С вами Светлана Тусида. И гость нашей студии Светлана Бесогонова, врач-терапевт медико-санитарной части «Газпромдобыча на дым». Здравствуйте, Светлана Николаевна! Здравствуйте! Поводом для сегодняшней беседы стала тема оказания первой неотложной помощи в экстренных ситуациях. Скажите, пожалуйста, что же такое первая помощь? Первая помощь, само название, само слово говорит первая. То есть это та помощь, которая оказывается на месте происшествия. И тот, кто оказался рядом, будет это делать, оказывать эту помощь. Первая помощь – это комплекс сложных, срочных лечебно-профилактических мероприятий, которые направлены на сохранение жизни пострадавшего, на предупреждение тех факторов, которые могут нанести какие-то повреждения, увечья работнику. А какие виды первой помощи существуют? Виды первой помощи? Ну, во-первых, это первая помощь, то есть тот, кто оказался на месте происшествия. Это может быть самопомощь, взаимопомощь. Первая – доврачебная медицинская помощь оказывают медицинские работники, непосредственно средний медицинский персонал, фельдшера, медсёстры. Первая врачебная помощь уже оказывается врачом, который предупреждает о развитии осложнений, дальнейшую уже тактику госпитализации определяет, каким образом, как или на себя вызывает какие-то срочные мероприятия. Следующая – это квалифицированная помощь врачом общей практики оказывается, и специализированная помощь. Тут уже узкий специалист непосредственно оказывает помощь. Лор, врач, уролог и так далее. Светлана Николаевна, Вы ведь проводите учебно-показательные занятия, и я предлагаю посмотреть видеоматериалы об этом. Как работает сердце и чем оно чаще болеет? Так начинается учебно-показательное занятие по охране труда. Врач-терапевт Светлана Бесогонова не случайно называет основные факторы риска, приводит данные статистики. Объясняет, что важно сделать, если сердечный приступ работника «Газпромдобыча на дым» случился на производстве. Массаж сердца. Да, непрямой массаж сердца. Делаем 30 надавленными, да? 30 надавленными. 3, 4, 5, 6. Тренажёр «Манитен» помогает запомнить порядок необходимых действий. Насколько они эффективны, покажет индикатор. По мнению работников, эта информация актуальная и полезная. Главное – не растеряться и помочь человеку в экстренном случае. Многие работают на опасных производственных объектах. И мне кажется, что это актуальное занятие для нас, чтобы в случае непределенных ситуаций помочь человеку, спасти ему жизнь. Важно сделать всё, как сказать, в правильной последовательности, чтобы на самом деле не навредить человеку, а помочь ему. В «Газпром-добыча на дым» уже второй год действует программа профилактики сердечно-сосудистых заболеваний среди работников предприятия. В её основе профилактика, ранняя диагностика и своевременное лечение. После каждого из таких занятий уверенность в том, что количество людей, которые уже осведомлены, знают, как нужно поступить, что нужно сделать, становится их всё больше и больше. Для работающих вахтовым методом целый месяц. С переменами стожительства, переход с ночной на дневную смену – большой стресс для организма, говорят врачи. На предприятии разработан целый комплекс мер. От медосмотра и выявления лиц с повышенным уровнем факторов риска до витаминотерапии и занятий спортом, в том числе на кардиотренажёрах. Эти все комплексы наши здоровительные, которые у нас вахтовых посёлках, они очень помогают. Там же всё разнообразно, индивидуально для каждого. Кому-то спелеокамера помогает, кому-то тренажёрный зал. У нас есть физиопроцедуры. Всех по-разному, каждому индивидуальный подход. По данным медико-санитарной части «Газпромдобыча на дым», на диспансерном учёте состоит 861 работник. Из них 504 – из-за сердца. Врачи не устают повторять. Риск развития сердечно-сосудистой патологии снижать можно и нужно. Это каждому давно пора осознать. Скажите, а что важно знать работникам «Газпромдобыча на дым»? Работникам вообще нужно знать, как поступить в таких чрезвычайных ситуациях. Поэтому мы всегда отрабатываем вот эти моменты, с чего надо начинать, как это нужно делать, как поступить. Потому что от того, как они быстро отреагируют, что они сделают, от этого зависит дальнейшая вообще жизнь человека, его выздоровление, скорость его выздоровления, последствия повреждений. Поэтому необходимо замедлительно и быстро реагировать. А какие вопросы задают работники? Вопросы, скорее не вопросы, а различные ситуации разбираем. Теоретически мы разбираем все, как нужно делать. Если такая ситуация, кровотечение, например, значит мы его должны остановить. Если инородное тело, в зависимости дыхательные пути, например, то мы должны извлечь это инородное тело. Но в жизни получается так, что ситуации неоднозначные. Поэтому приходится работнику самому решать, с чего начать и как. Поэтому на занятиях обычно у нас не вопросы, а вот именно жизненные ситуации, которые когда-то встречались в жизни работников. Насколько активно включаются работники в этот учебный процесс? Включаются активно. Очень интересно бывает работникам включаться в этот процесс. Заинтересованы у нас сейчас добавились манекены. Манекены-тренажеры Антон, Максим. Поэтому очень интересно, как действуют эти манекены. А схожи ли они с организмом человека, внешне какие-то вот эти. Так ли, с такой ли силой они это все делают, правильно ли они это делают. Иногда бывают вопросы, что вот мы вот тут вот на манекене-тренажере мы делаем вот это, а допустим в жизни, ну вот объясняем им, что в жизни вот это более приравнено к жизненной, к строению, к человеку. Но, наверное, все равно не просто освоить технику, допустим, проведения непрямого массажа сердца. Пусть даже это манекен. Да, манекен. Ну, если работник заинтересован, если он посещает занятия наши практические, то, в принципе, прослушав и практически попробовав на манекене, на тренажере, это запоминается надолго. И регулярное повторение, они приводят к тому, что наши работники очень умело и качественно оказывают помощь. А вот не боятся ли наносить, например, прикордиальный удар? По-разному бывает. Мужчины, конечно, со своей силой старательно нанесут удар. Женщины как-то в основной массе боятся нанести, поэтому у нас... Осторожнее, да? Осторожнее, да, совсем так тихонечко. Поэтому мы отрабатываем на манекене, на тренажере, так как на живом человеке это не отрабатывается. Приемы реанимации не отрабатываются на живом человеке. А уже на манекене можно постараться нанести достаточно. Есть индикаторы для того, чтобы определить правильно, неправильно. Это делается так, как, ну, скажем, в жизни нечасто это приходится делать. Поэтому учимся. Расскажите, пожалуйста, подробнее, что же такое прикордиальный удар? Прикордиальный удар... Это удар, который наносится в первые секунды, минуты после определения признаков клинической смерти. Но это даже не 5 минут, а гораздо меньше, да? Гораздо меньше, да. То есть все при вас случилось. Вы к пострадавшему, когда подходите, определяете признаки клинической смерти. То есть только вы это знаете, что у него, да, клиническая смерть. Освобождаете грудную клетку для того, чтобы не нанести удар по цепочкам, по крестикам. Неизвестно, что у нас с вами, да, что мы носим. Поэтому это все освобождается. Грудная клетка освобождается. На среднюю треть грудины наносится этот прикордиальный удар. Но самое важное, когда наносится прикордиальный удар, он наносится рукой той, которая у вас рабочая. Если вы правша, значит, с правой стороны. Левша с левой. Ни в коем случае не наоборот. И локоть должен быть вдоль тела. Условия должны быть соблюдены. Если это соблюдается, наносится прикордиальный удар правильно, происходит сотрясение, рефлекторное сердце начинает работать. И человек возвращается к жизни. Вот, например, по статистике, допустим, при ударе электрическим током из 10-7 человек возвращаются к жизни после прикордиального удара. Но после этого нужно задуматься, стоит ли его наносить или нет. То есть потом уже, если вы вернули к жизни человека после прикордиального удара, уже дальше не проводятся сердечно-легочные реанимации. А вот знаете, Светлана Николаевна, меня, например, само понятие даже смущает. Сердечно-легочная реанимация звучит достаточно тревожно. А ведь, по сути, после вот этих учебно-показательных занятий работники должны усвоить всю цепочку необходимых действий. И не просто даже ее усвоить, освоить, а довести до автоматизма. Вот как этого достичь? Регулярные повторения, из года в год. Такие обучения у нас непрерывные. И в учебно-производственном центре, и на самих предприятиях, на промыслах, даже в офисах мы проводим учебные занятия. То есть охват идет такой широкий, да? Широкий, обязательно, да. Это у нас не сейчас, это у нас уже давно все. Озвучено, может быть, это недавно, но работа проводится очень много лет, и она не прекращалась. С работниками проводилась, проводится, у нас есть и санитарные посты, которые специально обучаются. То есть работа не прекращалась никогда, она велась всегда по оказанию сердечно-легочной реанимации. Некоторые уже говорят, мы уже устали слушать это, мы уже все знаем, ничего говорим. Повторение мать учения, и из года в год оно все доходит до автоматизма. И когда случаются какие-то ситуации, это не обязательно могут быть на промыслах, на производстве. Мы и в лес выезжаем, и в отпуск ездим, и везде находимся, где возможно. Поэтому такое может понадобиться. Какие-то непредвиденные ситуации могут случиться везде. Да, понадобится может везде, в любую минуту, в любую секунду. Если подвести итоги 2017 года и рассказать о планах на уже 2018 год, то что касается учебно-показательных занятий, наверное, какая-то идет разбивка по группам? Ну, ставятся цели, задачи, снижение смертности от сердечно-сосудистых заболеваний. Также оказание помощи первой, оказание сердечно-легочной реанимации. Это все непрерывная работа. Может быть, она не озвучена так очень часто и везде, но она непрерывная. И цели, и задачи ставятся, и выполняются, и выполняются показательные тренировочные у нас занятия каждый год. Также у нас на здравпунктах врачи-терапевты, средний медицинский персонал. Не прекращая, работают с профилактической целью, доносят до работников. От нас зависит только 10%. 60% — это образ жизни самого человека. Ученые подсчитали, что некоторые состояния или введение неправильного образа жизни уменьшают наши года жизни. Допустим, повышенное давление на 10 лет уменьшает жизнь. Выкуривание сигарет 20 и более в сутки тоже на 10 лет сокращает жизнь. Лишний вес на 8 лет. Оздоровительные комплексы у нас на промыслах. Это снижает стресс, переутомление. Это тоже факторы, те, которые немаловажную роль играют в рисках развития сердечно-сосудистых заболеваний. Сейчас ведь не имеет значения возраст. Беда может настигнуть в любой возраст наших работников. Вы, кстати, говорили уже несколько лет назад, что сердечно-сосудистые заболевания, например, помолодели. Да, инфаркты в 30 лет встречаются. И человек, работник наш, он сам должен предотвратить. Мы им помогаем, работникам помогаем выявить. Сейчас у нас появился такой метод исследования, сфигмометрия. Это дополняет нашу работу, то есть для того, чтобы дать какие-то рекомендации по ведению правильного образа жизни. Поменять образ жизни, поменять питание, заняться спортом. Это не обязательно может быть тяжелейшие веса, гири тягать. Это может простейшая быть прогулка, ЛФК лечебная. Для этого создаются все условия. А когда человек переутомляется на работе, стресс дома, получается такое, что непоправимое иногда в жизни ситуации. Светлана Николаевна, а вот что говорят сами обучаемые? Может быть им приходилось уже кому-либо оказывать такую вот первую помощь? Конечно, возрастной состав наших работников или категории очень различный. Поэтому есть и молодые, есть и в возрасте постарше. И которые постарше, у них большой опыт, большой стаж работы, они делятся случаями. У кого-то возникают такие случаи, поэтому они делятся опытом. Мы разбираем, что да как, а потом берем на вооружение, что да. Бывают такие ситуации. Светлана Николаевна, Вы ведь говорите на занятиях и о личной безопасности. Вот что нужно делать работникам, чтобы избежать такого инфекционного заражения, скажем? На практических занятиях, конечно же, один из первых вопросов – личная безопасность. Поэтому мы проговариваем. В аптечках индивидуальных у нас есть маски. Они специальные. Может быть не во всех пока. Они с клапаном в одну сторону. То есть мы не контактируем с выдыхаемым воздухом. Поэтому, если есть риски заразиться, а чего мы боимся? Ну, не считая 120 респираторных вирусов. Гепатит, вот что очень страшно. Туберкулез. Не очень. Но сейчас актуально и очень распространяется быстро. Это вирус иммунодефицита человека, конечно. Это не очень приятная, хорошая болезнь. Везде говорят про нее. С работниками на каждом занятии мы тоже это проговариваем. Ну, вкратце, ну, по крайней мере, пути передачи и как не заразиться, тоже проговариваем. Поэтому личные, как мы раньше много лет говорили, бинтики, салфеточки, они все пропитываются слюной, пропитываются кровью. Поэтому, конечно же, есть риски заразиться. И если, допустим, нет маски, та, которая защищает нас от выдыхаемого воздуха, от пострадавшего, и человек боится заразиться, то можно делать без воздушным методом реанимации, без искусственной вентиляции легких. Получается пассивный выдох, активный дох. Светлана Николаевна, а еще скажите, пожалуйста, вот как именно болит сердце? Можно же, наверное, перепутать и с болями неврологического характера. Как распознать, допустим, человеку, что у него вообще прединфарктное состояние? Распознать сложно. Классические боли в левой половине тела, эрадирующие в левую руку, зубы, конечно, встречаются, но еще чаще встречаются атипичные формы. Когда тот же инфаркт может быть скрыт под масками различных заболеваний. Заболеваний легких, заболеваний неврологического характера. Также могут быть и судороги быть. Вот такие маски, когда очень сложно определить. Работник должен внимательнее к себе относиться. Если возникают какие-то боли, которые никогда в жизни такие не встречались, в его жизни, или какие-то новые ощущения. То это, наверное, как раз тот самый первый тревожный звонок. Да, возможно, первый тревожный. Это уже и не первый тревожный звонок. Первый тревожный звонок пропустил или прослушал, когда мы давали рекомендации и говорили, что вот раз, два, три. И все вместе, возможно, такие исходы. А это уже, наверное, даже как симптомы, да, получается? Это уже симптомы, которые, к сожалению, возможно, могут быть и уже последними, когда уже случилась беда. Поэтому каждый должен прислушиваться к себе. Потому как инфаркт или какие-то острые ситуации, они могут быть под масками различных заболеваний. И такие боли могут быть очень, как сказать, неприсущие ранешним болям. Новое что-то. Не такое, как раньше. Не так, как раньше болело. И вот в таких случаях, конечно, надо быть настороженным. Ну, у нас все это поставлено очень хорошо. То есть если это случается где-то в кабинете, на промыслах, работники четко знают, нужно вызывать медицинскую помощь. Вот как себя чувствуют работники, если мы говорим, допустим, о тех, кто находится на газовых промыслах, да, тем более каких-то таких отдаленных, труднодоступных, то вот как они, допустим, реагируют на эти перепады погоды, которые наверняка есть и на полуострове Ямал, причем тоже так же впечатляющие, как у нас на дыме. Реагируют индивидуально. Но все уже знают. Допустим, за несколько дней до перемены кто-то ощущает, кто-то сам вот этот пик перемены погоды. И также профилактика проводится тоже для того, чтобы предотвратить острые ситуации. Можно тогда поподробнее о профилактике? Профилактике таких болей? Или таких изменений? И изменения, и вот, допустим, профилактика, чтобы избежать сердечно-сосудистых заболеваний. Как вот именно дети господа обычная дым, да. Режим труда. В первую очередь это режим труда. Те рекомендации, которые мы не очень охотно выполняем, и относимся к ним не очень серьезно. В первую очередь это режим труда и отдыха. Должен быть труд, должен быть отдых, соответственно. Во-вторых, нужно снимать стресс. Если какие-то есть такие неприятности, снимаем стресс. Раз мы говорим про промыслы, у нас имеются комплексы рекреационные. Соответственно, в этих комплексах масса процедур, которые могут помочь снять стресс. На промыслах имеются спортзалы. Пожалуйста. Занятия спортом. Кто-то силовую нагрузку может выбрать, допустим? Да. Если кто-то занимается силовой, кто-то кардио, пожалуйста. Есть индивидуальные инструкторы, тренер у нас везде на промыслах. Консультируйтесь, занимайтесь. Но это, получается, все равно в цепочке должно быть, да? Обязательно в цепочке. Как-то что-то одно, это мало. Для нас в таком режиме труда, в непрерывном режиме труда на промыслах, да, у них непрерывный. Часы работы 12 часов, там, с обеденным перерывом. Обязательно обеденный перерыв. Устраивать так. Вот и бороться. А вот что советуют медики? Вот тем, кто, допустим, уже столкнулся с проблемами, да, вот заболевания сосудов сердца. Как вот выйти им из этого состояния? Наверняка они уже под наблюдением. Если что-то выявлено, под наблюдением находятся, контролируют давление. Не перестаем повторять, что нужно постоянно принимать препараты. Если человек принимает препараты, нельзя ни в коем случае прекращать прием этих препаратов. Обязательно, если какие-то есть изменения, значит, консультироваться с врачом, регулировать терапию, что-то добавить, что-то убрать. А может добавить сосудистую терапию, которая показана человеку, например, раза два в год. Поэтому необходимо с этим работать. И эта работа, она непрерывная. Мы разговариваем, беседуем с работниками постоянно, у кого уже, допустим, диагнозы поставлены. Есть эти диагнозы. Проводим беседы. Профилактику тоже проводим, но здесь уже беседы, беседы. Как я уже говорила, это 10%. Всего 10% то, что мы можем донести до человека. Остальное уже так, или, допустим, уже как до него это дойдет. Как он это поймет, переработает эту информацию, чтобы уже вести правильный образ жизни. Поделитесь у вас, как у преподавателя, что в планах ближайших на 2018 год? Так, в планах снижения смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, в первую очередь, это как у врача-терапевта. Планы обучения, дальнейшее обучение работников оказанию первой помощи сердечно-легочной реанимации. Сейчас у нас добавились манекены, это очень радует. Расширился учебно-производственный центр, добавился кабинет у нас отдельный. А учебно-производственный активно как здесь, на Дыме, так и в Пангодах, да? В Пангодах и на промыслах, да, и на Ямале. Эта работа, она будет продолжаться, не прекращаясь. На 2018 год планируются учебно-показательные занятия в Надыме, в Пангодах, на Ямале, для того, чтобы закрепить полученные теоретические знания, чтобы правильно поступать в неотложных ситуациях, в чрезвычайных ситуациях, чтобы не растеряться, сделать все так, как нужно. Сохранить жизнь пострадавшему, продлить его жизнь или ускорить его выздоровление. Светлана Николаевна, спасибо, что нашли время прийти к нам в студию. Благодарю вас за беседу. Спасибо. Я напомню, гостем нашей программы была Светлана Дисагонова, врач-терапевт, медико-санитарной части «Газпром Добыча на дым». А я желаю вам всего самого доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин